Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM СМИ развлекали публику тем, что печатали фото и комментарии к подготовке города к этому важному визиту. Вы, наверное, видели. Да, видел. Новые клумбы, дорожная разметка у Герценки, переложенная плитка, суперполиклиника, которая была продемонстрирована до конца, полностью вся оформлялась. Правильно ли то, что мы так все выглаживаем перед приездом президента? Это нормальная практика? Ну, прежде всего, то, что приехал президент, это, наверное, хорошо. Потому что всегда, когда приезжают первые лица государства, наверное, есть возможность порешать какие-то сложные вопросы, которые волнуют людей региона. И я думаю, что все приезда Путина ждали, по крайней мере, те, кто понимают, что от этого много зависит. Но надо либо так заранее тщательно все готовить, в том смысле, что подчищать какие-то, так сказать, проблемные вопросы. Есть много спорных вопросов, возникает много вопросов, на которые нет пока ответа. Ведь, во-первых, а что мешает нам все время стремиться планово делать то, что делалось буквально аврально? И за счет чего это делалось? Говорят, что денег у нас ни на что нет. А тут появились деньги, появились какие-то возможности и начали это быстро-быстро все осуществлять. Поэтому самое-то важное, наверное, не в том, что там вот этим занимались, а важно, каковы результаты будут всего того, что обсуждалось или какие-то последствия этого будут. Потому что приезд, ведь Путина не первый раз, он приезжал, когда еще был премьер-министром, был здесь и президент Медведев, были другие руководители. Но вот какие последствия от этого будут, мы посмотрим тогда уже и будем судить более уже объективно. Ну, я почему задаю этот вопрос? Потому что, конечно, комментариев очень много было в интернете по поводу того, что вот, значит, опять завлекают, развлекают и показывают красивую картинку. А нет, чтобы Путин, значит, зашел в первую попавшуюся поликлинику, а не лучшую, которая по программе там делается, да, федеральной. Или свернул на какую-нибудь улицу, где нет этой разметки, еще не сделано покрытие. Ну, тем самым, конечно же, искажается на самом, объективность искажается, потому что на самом деле ведь это вот, отъедет в 100 метров в сторону, и там это уже ничего нет. Поэтому, может быть, так сказать, и стоило, но ведь в русской традиции всегда хозяин принимает гостей, он старается показать все хорошее, все доброе, что есть. Поэтому здесь осуждать, может быть, за это и нет смысла. Вопрос другой, что почему и кто мешает это делать все планово. И вкладывать деньги в то же самое благоустройство и так далее. И не говорить, что у нас денег нет тогда. Вот тогда народу будет понятно. Вы говорите, что очень важно не то, как готовились и какие средства на это бросили, да, и что показали, а какие результаты этого визита получит население этого региона. А сами вы каких результатов ждете? Ну, вот я недавно был, на той неделе мы были в Вятскополянском районе, и встречались с очень большим количеством людей. Ну, вот, например, в Красной Поляне поднимает вопрос о газификации. Я слышал, вот в центральной телевидении, передала, когда транслировалась встреча Игоря Владимировича и Владимира Владимировича, как раз обсуждался один из вопросов, вопрос газификации Кировской области. Но президент встречался с Фрио-губернатором. Да, с Фрио-губернатором. И как раз обсуждался этот вопрос. Так вот, и в Красной Поляне интересная ситуация. Красная Поляна газифицирована, но четыре улицы в Центре остались без газа. И теперь местные здесь наши руководители, которые отвечают за эту отрасль, говорят, мы отчитались за то, что Красная Поляна газифицирована, мы ничего сделать здесь не можем. И народ спрашивает, но почему же нельзя сделать-то? Ну, четыре улицы. Хорошо, отвечают, мы можем, конечно, сделать, но 300 тысяч рублей с каждого домовладения. Людей таких денег нет. Поэтому, вот видите, много таких вот нюансов, которые, с одной стороны, хорошо, что идет газификация, хотя Кировская область одна из самых таких отстающих, я бы так сказал, в этом плане. Но то, что сегодня подписываются соглашения с Газпромом, эти соглашения реализуются постепенно, наверное, это здорово. И если дальше эта политика будет продолжаться, то рано или поздно мы сможем, наверное, обеспечить нашу область газом. — Было проведено совещание по вопросам местного самоуправления. Что-то по этому поводу вы читали? И для вас что-то важное есть? — Меня, знаете, зацепила очень фраза президента о том, что нельзя отфутболивать мнение граждан, что граждане высказывают зачастую очень полезные, правильные суждения, их надо прислушиваться, а не отфутболивать. А сегодня создается такое впечатление, что власть у нас здесь считает, что она одна права, все остальные, извините, так. Поэтому, к сожалению, мало прислушивается сегодня, хотя каких-то разных встреч проводится и так далее, но когда решаются какие-то кардинальные вопросы, делается все так, как надо власти. — Однако президент похвалил. Похвалил регион за проект ППМИ, да, косвенно. — Ну, вот, с одной стороны, этот ППМИ, проект, ведь он давно осуществляется, еще при Белых началась работа. — Да, 8 лет. — Да, и сегодня уже более 2000 проектов, якобы, так сказать, осуществлено на местах. — Ну, с одной стороны, может быть, на самом деле это интересно, когда у власти не хватает денег, самое элементарное, даже одесскую дворовую площадку сделать, ну, тогда граждане, хотя бы как-то в организационном плане, они могут это сделать при поддержке той же администрации города, там, или поселка, или района. Ну, плохого здесь ничего нет. Это желание местной, так сказать, и местной власти, и населения. Поэтому, ну, бывает зачастую обидно, что самые элементарные вопросы, которые должны решаться, они не решаются. И не все ведь население может оплатить. Это, опять же, за счет тех доходов, которые имеют сегодня, причем небольших доходов населения. — А вопросы образования не поднимались на встречах? Вы, советник губернатора по вопросам образования, не совещались перед приездом? — Насколько да, нет. Вопросы образования здесь не затрагивались. У нас сегодня в Фафаре медицина, она сегодня у нас демонстрирует успехи, поэтому образование где-то оказалось, так сказать, сдвинуто в сторону, и поэтому важно показать то, что делается сегодня в медицине. — Вот интересный вопрос, который связан и с образованием, и с вложением средств регионами в свои кадры, и с благоустройством городской среды. Он не касается, кажется, Кировской области, но он меня поразил, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Да мы знаем, что Владимир Владимирович Путин явился инициатором проекта по благоустройству городской среды федерального большого, который сейчас проходит, и даже заявил на нынешнем совещании в Кирове, что с трех до пяти лет должен быть продлен этот проект. Кировская область и Киров участвуют в нем, реализуем мы его на федеральные средства, и тут я наткнулась на новость о том буквально недавно, что правительство Татарстана выделило пять грантов почти по миллиону рублей на обучение своих студентов в магистратуре Высшей школы урбанистики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Они говорят, во время учебы студенты займутся исследованиями и разработкой проектов, которые в дальнейшем лягут в основу практических рекомендаций для решения актуальных городских проблем в республике. Как вам такой подход? Ну, сразу возникает такая мысль. Вот если бы это все шло как-то планово, людей готовили к тому, что нужно преображать наши города, поселки, так сказать, от того состояния, которое мы сейчас имеем, и, соответственно, давать образование определенной части молодежи, которая изъявляет желание, то это было бы, как бы, никаких вопросов не возникает по этому поводу. Но почему-то это вот вкрапление такое идет в каком-то регионе в одном. Татарстан, ну, богатый регион. Это их решение? Местное решение? Ну, да, их местное решение. То есть они взяли и решили, чтобы послать таких людей туда учиться. Так ведь? Поэтому, ну, это их решение сегодня. А у нас, может быть, такие тоже люди нужны? А нужны ли? Я как раз про это вас и спрашиваю. Проект есть, большие федеральные деньги выделяются. С трех до пяти лет будет продлен этот, скорее всего, проект. Деньги огромные валятся. Значит, специалисты тоже нужны, которые должны понять, как благоустраивать, с какими, так сказать, эти планами на это дело. Поэтому, естественно, нужны специалисты. Но только не поздно ли спохватились? Деньги выделены, а специалистов нет. Если бы это было заранее подготовлено, чтобы планово что-то шло. Сегодня, как только скажешь про план, люди начинают делать большие глаза. А как это план? Ну, ведь надо элементарные вещи-то предусматривать. Поэтому сегодня без плана, ну, к сожалению, много делаться не так, как хотелось бы. Так что в данной ситуации, ну, дай бог, пусть татары учатся, измените изображение. А таких специалистов, наверное, надо побольше иметь и в Кировской области соответствующим образом. Мы такую штуку не осилим? Вот так взять же, выделить стипендии на обучение? По идее, это бы, знаете, вот если эта программа федеральная, то и федерация должна была позаботиться о специалистах, которые будут федеральную программу реализовывать. Вот тогда было, все стало на свои места. То есть есть специалисты, есть люди, которые в головах имеют какие-то идеи, и под эти идеи даются федеральные деньги. Ну, они еще, так сказать, поддерживаются на местном уровне. Вот тогда бы все было. А если сегодня деньги вбросили, а на местах не знают, что делать, ну, не знаю, что получится. Сами-то вы видите, как у нас реализуется программа по логоустройству? Вот в Кирове, например. Или в Яцких полянах, где вы были недавно. Говорят, миллиард рублей выделили на дороге. Вот пока, к сожалению, езжу каждый день по нашим дорогам, кусочки есть. Но какого-то такого кардинального изменения не происходит. А если посмотреть на наши дворы, которые сегодня есть, то вообще трудно сказать, где это. Вот вы в Яцких полянах были недавно, вы сказали. В Яцкие поляна — это моногород. Да, это моногород. Он тоже в программе по благоустройству. У них отдельная своя программа. Их в Сколково возят учиться и так далее. Вы увидите результаты? Что люди говорят на местах? Вот я был в Полянах два года назад, приехал вот сейчас. Город выглядел лучше. Да, город вообще, вот были в свое время, когда был еще в Сладянке Павел Николаевич мэром города. Он очень заботился, кстати, об этом, о благоустройстве города. Город, было много очень святого, благоустройство было, заасфальтированы тротуары, дорожки. Сегодня, к сожалению, начинает все вершать. Денег-то нет. И как мы встречались вот с этими предпринимателями, которые ездили учиться в Сколково, они говорят, да, если вот... По программе развития моногородов. Да, то есть, если мы создаем рабочее место, нам федерация выделяет миллион на это рабочее место. Вот если мы создадим 60 рабочих мест, мы получим 60 миллионов. Мы сразу поддержим свой бюджет. Начнется, так сказать, движение в преобразовании инфраструктуры. Но сегодня их никто не поддерживает. И, к сожалению, плохо поддерживает. Поэтому места рабочие не создаются, а их надо создавать сегодня. Очень много людей, которые остались без работы, в частности, и в Вятскополянском районе, и в городе Вятскополянск. Что мешает создавать места, я не очень поняла. Надо вкладывать средства. То есть миллион дадут тогда, когда создадут рабочее место. А на создание рабочего места нет денег. Да, а на создание рабочего места нет денег. Нужно поддерживать предпринимателя. Нужно его, так сказать, помогать ему развивать производство. А это должно заниматься этим. А чего они там в Сколково-то учатся? Чему? Анатолий Михайлович, и вы должны были рассказать, как это делать, наверное. Я не учился, но, по крайней мере, они говорят, что рассказывают много чего интересного, но как это предварительно интересно в наших условиях, когда один ответ – денег нет. Очень сложно. Не понимают. Вот. Поэтому сложно. Такие вопросы. Ну, так вот правительство, наверное, помочь должно в решении. Да, должно, конечно, наверное. Да, конечно. И не только пониманием. И поддержать должно, и создать условия для развития предпринимательства, для создания рабочих мест. Делает это? Вот сегодня, видите… Вяцкополянский промпарк. Да, стоит сегодня, заброшен, пустой. Ну как, 70% заявляет уже заполняемости. Ну, не знаю. Население говорит, что ничего от этого не изменилось. Вот я не был сам там, не могу, так сказать, утверждать. Но когда мы разговаривали с народом, народ говорит, ну что, вбили деньги, все стоит пустое. Поэтому вопрос заключается в том, что если вкладываются куда деньги, эти деньги должны работать. А, к сожалению, зачастую так не бывает. Почему? Почему? Я бы тоже хотел знать, почему. Основной вопрос. Почему? Я тоже бы хотел знать, почему. Потому что надо все равно сегодня, если уж брать так глобальные вопросы, правительству не надо уходить от развития экономики. Правительство России, которое должно посылать сюда такие соответствующие сигналы, сигналы на места, должны всячески способствовать тому, чтобы экономика страны развивалась, а не топталась на месте. То есть это федеральная задача? Ну, это федеральная задача. Она, федеральный центр, в одиночку ее не разрешит, потому что это должно действовать вместе. Вся критикаль власти должна действовать. Вы не видите, что эффективно производится эта работа? Конечно. Мы прервемся сейчас на полминуты буквально и вернемся снова в студию с Анатолием Чуриным. Это его особое мнение сегодня. Особое мнение на 101FM. И это особое мнение Анатолия Чурина, депутата ОЗС Кировской области, советника губернатора по вопросам образования. У микрофона работает Светлана Занько. И, кстати говоря, относительно вашей должности советника по вопросам образования. Я вас цитирую. В начале июня, обращаетесь вы к Игорю Васильеву на последнем заседании ОЗС, мы с вами обсуждали первоочередные шаги в развитии образования в области. На мой взгляд, сегодня упускается очень важное направление. Это управленческая вертикаль в образовании. Та структура, которая ранее существовала, разрушена. Ситуация еще более обострилась. За половину 2017 года из Минобразования уволилось более 30 человек. Что происходит, Анатолий Михайлович? Происходят очень неприятные вещи, потому что мы действительно обсуждали программу. Вот даже у меня с собой захватил я программу первоочередных мероприятий на 2017-2018 годы в образовании. И когда Игорь Владимирович сделал мне предложение стать его советником, я, прежде всего, показал ему вот те свои предложения, которые я хотел бы реализовать или, так сказать, воплотить в жизнь. И эти предложения вы озвучили в нашей программе «Особое мнение», которые сюда приходили. Да, тогда я их озвучивал, да. И, собственно говоря, Игорь Владимирович их внимательно прочитал. Причем это было не один раз такое обсуждение. Он согласился с этим, так сказать, вот с этим мерами. И, в принципе, ну, как бы, так сказать, даже создали совет консультативный по образованию. Работа началась. Самое первое, за что, так сказать, ухватились в правительстве, это создать, расширить сеть государственных школ. Правда, я не очень понял, когда вот приняли постановление в июле месяце о том, чтобы создать еще 25 школ государственных. Совершенно умолчали, что государственные школы в Кировской области уже с 10-го года существуют, их 16 школ. А министр, задавая интервью, вообще, как бы, так сказать, подает материал, как будто это впервые все создается. Но ведь это работало и уже, так сказать, двигалось вперед. Почему нужно об этом, так сказать, молчать? Поэтому вот эти 25 школ сейчас будут созданы, государственные школы. И там еще целый ряд мер. В том числе я предлагаю вот эту вертикаль управленческую восстановить. Потому что в свое время, в шестом году, мы создали в Кировской области совершенно новую систему управления, когда департамент образования свои структурные подразделения делегировал как бы на места. То есть были созданы окружные управления образования. Это система департамента и они работали на территории сразу нескольких районов. Это эффект дало очень хороший. И сегодня я считаю, что то, что разрушили эту систему, это совершенно неправильно. А когда ее разрушили? Начал разрушать еще Никита Юрьевич Белых. Он уже под видом оптимизации начал сокращать численность. Если там было 7 человек, специалистов в этих окружных управлениях, оставили по 4. Игорь Владимирович сократил еще по одному человеку, оставилось 3. Функционал оставили прежний. Но как можно в два раза сократить и требовать то, чего, так сказать, они сделать не могут? Поэтому, естественно, сразу же понизился статус, были управления, стали отделы, люди относиться стали по-другому. А не заметили, что выплеснули, самое главное. Вот поэтому это обидно. Я предложил восстановить. Давайте мы восстановим. Причем при этих управлениях существовали еще общественные советы, которые возглавляли по очереди главы районов, входящих в тот или иной округ. И все это работало очень в такой хорошей завязке. Тем более сейчас, почему это требуется? Вот недавно Васильева, министр образования Российской Федерации, сказал, что нужно все школы передать из муниципалитетов, передать на уровень региона. Я за это ратовал давным-давно. И я очень рад, что, так сказать, кто-то, видимо, там, наконец-то... Не вы один, видимо, за это ратовали? Ну, видимо, да, конечно. Донес согласен. Я здесь, так сказать, а там кто-то выше. Поэтому сейчас бы эту систему надо создавать, воссоздавать заново, потому что она и создавалась для того, чтобы появились государственные школы, чтобы на местах эти государственные школы тоже управлялись. Иначе быть не может. И, к сожалению, все повисло. Я не очень понимаю, когда Вы говорите, что появились государственные школы. Они что, частные раньше были? Нет, они все муниципальные. Ну, тоже государственные? Нет, муниципальные. У нас сегодня уровень власти есть. Есть региональные, есть муниципальные. То есть региональные школы все-таки, чтобы они перешли муниципальные на уровень региональных школ. То есть теперь у всей системы образования должен быть один хозяин, если так просто говорить. Это регион, это бюджет региона, который управляет всей системой, назначает руководителей, проводит единую политику. Сейчас же Васильева признала, что никакой единой политики образовательной в стране нет, потому что каждый муниципалитет может свои, так сказать, носить какие-то нюансы. Насколько хватает сил, умений и денег. Да, наверное. Поэтому вот отсюда, когда же централизуется вся эта вертикаль, она становится мобильной, она ресурсно становится более, так сказать, выигрышной в этом плане. И вот за это, собственно говоря, мы и ратуем, что нужно это возродить все и увеличить, так сказать, количество государственных школ. Причем ведь у нас еще очень много небольших школ, малокомплектных, малочисленных. И мы тогда еще предлагали, что вокруг каждой крупной школы должна создаваться сеть небольших школ, ну так сказать, филиалов или спутников, как назовем по-разному, которые будут подпитываться ресурсами этой большой школы. Да, ну вы это вот рассказывали, здесь у нас тоже говорили, но я возвращаюсь к вашей реплике в адрес Игоря Васильева на ОЗС. Все-таки объясните, пожалуйста, почему уволилось 30 человек из министерства? А вот здесь уже я считаю, что полная вина того, кто руководит сегодня социальной сферой. Господина Курдюмова. Да, господина Курдюмова, который создал невыносимые условия для работы. Я не знаю, я про свое министерство говорю, потому что я часто встречаюсь, народ воет. Потому что там, по-моему, делают меньше своей работы, а работают в основном туда. И масса заданий... Куда туда, я не понимаю. В основном на... Дмитрий Александрович Курдюмова работает в департамент, в министерство. Сегодня масса всяких заданий идет. Зачем? У каждого есть специалиста, свой функционал. Зачем дергать людей? Люди не выдерживают. Началось изгнание. Многих специалистов просто от них освободились. Может, они задач не понимают просто, которые сейчас правительство ставит перед ними? Старый формат, не привыкли работать в этом темпе. Посмотрите, Дмитрий Александрович, что сделал с медицинскими учреждениями. Я слышал, когда он назначал нового министра, он сказал, мы добьемся того, чтобы образование работало так же, как медицина. А я не согласен с этим, чтобы образование работало так же, как медицина. Медицина всегда была в хвосте, вот Кировская область. Кировская область по образованию всегда была в лидерах. И сегодня из лидера сделать неизвестно кого, я не согласен с этим. И поэтому началось что? Начали изгонять руководителей. Вы знаете, сменили руководство министерства сразу. Потом начали, руководители добрались до техникумов и так далее, и так далее, и пошло, и пошло. А потом уже залезли сюда, в аппарат. В аппарате всех, по сути дела, сменили, всех начальников управлений, всех специалистов, начальников отделов, ведущих специалистов убрали. Ну и от этого кто будет выигрывать? Кто будет управлять сегодня системой? И вот сегодня приезжаешь на места и говорят, а мы сегодня не чувствуем совершенно вообще, нам и управляют, тот или не управляют. Поэтому вот это страшно. И я не знаю, почему нужно сегодня так вторгаться в сферу образования, и причем достаточно грубо вторгаться в сферу образования. Я всегда считал, что должна быть такая аура в сфере образования, которая, прежде всего, строится на взаимном уважении, на обсуждении каких-то проблем и так далее. Потому что просто приказом ничего сделать невозможно. Это другая сфера. И я не думаю, что сегодня в восторге врачи от того, как руководит Дмитрий Александрович. Ну, я лично этого не знаю. Сюда врачи не приходили, ничего не говорили. А вот на нашем сайте, хакирова.ру, есть два комментария к вам, да, к вам, которые, видимо, требуют с вашей стороны реакции какой-то. Виктор пишет, кстати, почему вы всегда хвалите только себя лично и не говорите о людях, которые столько лет работали на вас. Складывается впечатление, что кроме вас умных людей нет. Да. Вот я ни разу не помню, чтобы я хвалил себя лично, потому что я всегда работал с командой. У меня был замечательный коллектив, который мы делали все сообща. И я не говорю, что я что-то один в поле не воин. Вот самое главное. Поэтому я не говорю и никогда не скажу, что все это сделал я. Наоборот, это делалось коллективно, и мне очень обидно, что сегодня коллектив оказался в такой ситуации. А вот сейчас ругаете Дмитрия Саныча, Курдюмова и господина Исупова, который возглавляет Минобор. Исупова не ругает еще. Может дать им время еще? Полгода всего, как 30 сотрудников уволились. Давайте подождем еще полгода. Еще 30 наберут, и будет новая история. Да, и будет новая история. Еще целый год будет новая история. Что конкретно вы видите сейчас происходит в связи с тем, что, вероятно... А, кстати, приступили уже к перестройке образовательной системы в Кирове по типу медицинской, как вы говорите, или нет? Ну, хотели объединять, техникум объединять хотели. И? Ну, договорились пока не трогать ряд техникумов. Не сливать эти техникум, потому что ничего хорошего из этого не получится. Вот я не очень понимаю все-таки. С одной стороны, вы советник Игоря Васильева по вопросам образования. Вы программу представили, о чем-то договорились. Игорь Васильев, судя по вашим словам, вас понял и многое принял. С другой стороны, есть министерство и есть зампред, который имеет собственные соображения по этому поводу. Давайте так разберемся. Вот я не специалист в медицине. Я не специалист. Я никогда бы не полез в медицину, потому что я не знаю ее. Но когда так смело и так, извините, безапелляционно, грубо вторгается в сферу, которую не знают, это только вредит всему. Это нарушает, так сказать, ту гармонию, которая была в этой системе. Ничего хорошего. Причем ведь образование – это не просто какие-то административные действия. Образование – это такая сфера, в которой, ну, прежде всего, выходим на ребенка. Если мы что-то нарушаем, страдают от этого дети. А сегодня просто административными, такими волевыми решениями внедрять то-то и то-то – это путь никуда. Поэтому я сегодня не уверен, что вот то, что делается, это будет во благо. Это, наоборот, во вред. Вот в чем вопрос. А хорошо, последний вопрос здесь тогда. Как вы думаете, то, что ваши договоренности… Кстати, Василий сказал, что неправильно говорить о договоренности. Это что теперь? Это теперь что? Вот ваши беседы, ваши предложения. Это что теперь? Это так все останется на столе, на бумаге? Или это пойдет в работу все-таки? Понимаете, вот они, предложения есть. Они выстраданы, они на практике опробованы, они работали в свое время. От них откажутся? Ну, ради бога, тогда… Вы-то во что верите, Анатолий Михайлович? Я ни во что не верю. Я хочу, чтобы это было. И поэтому стараюсь донести вот эту боль, тревогу, для того, чтобы иначе просто будут свертываться. Ведь проблем очень много. Проблема с кадрами. Страшная проблема сегодня. И я понимаю, молодые, пришли новые руководители. Они этих вещей не знают. Они не знают, к чему это приведет. Поэтому зачем наступать на грабли? Те, которые уже, так сказать, кто-то, на которые наступали. Зачем учиться на своих ошибках? Давайте будем учиться на чужих ошибках. И подсказываться ведь, и говориться о том, что, ребята, не делайте в этих ошибках. Но никто слушать не хочет. Поэтому, ну что, ведь не будешь лбом бить каждый день? Зачем? Вот все высказано. Свою точку я высказал. Я ушел в 2015 году, оставив все в рабочем состоянии. Зачем ломать это? Не знаю. Вот вопрос. Сейчас прижемся на две минуты. Это особое мнение Анатолия Чурина. Через две минуты снова в студии. Особое мнение на 101FM. Себя холю. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Это особое мнение депутата УЗС Кировской области, советника губернатора по вопросам образования Анатолия Чурина. Анатолий Михайлович. В свое время и вы рассказывали об этом, и очень многие наши эксперты здесь, что когда пришел Никита Белых на свой пост, он тоже создал пул советников. Правда, потом их услугами, и достаточно быстро, он пользоваться перестал. И они все время пеняли ему на протяжении всех лет этой работы здесь, из нашей студии, где-то на других встречах, потому что вот, а прислушивался бы, лучше бы работа шла. Вы, когда рассказывали, почему вы согласились на роль советника при Васильеве, вы говорили, что вот да, вам тоже Белых предлагал, вы тогда не пошли, а сейчас вы видите в этом смысл. Вот после того, как вам Игорь Васильев сказал, что говорить о договоренностях неправильно, и после вашей реплики вы тоже не встречались, и ваши инициативы как лежали на столе, так и лежат. Вы сейчас, вот в данный момент, как относитесь к вот этой своей позиции советника губернатора по вопросам образования? Ну как, я буду продолжать отстаивать те точки зрения, которые были в свое время озвучены. И если в этом они, так сказать, увидят резон, то тогда готов, как бы, донести все то, что я считаю важным. Поэтому, если я востребован, то буду... То есть, пока из советников вы не уходите? Так, советник это такая величина, на работу я не хожу каждый день, поэтому, если востребован, значит, прихожу, нет, нет, вот и все. Просто, а так ходить и говорить, что каждый день стучать, это некрасиво, во-первых, это неправильно. Поэтому я считаю, что все озвучено, все высказано, положено на стол, и теперь только, так сказать, вот за теми, кто это сегодня вершит. То есть, они признают необходимым. Слушательница наша Зоя, которая написала на сайте хакирова.ру, обращается к вашей инициативе по реорганизации методической службы. Она говорит, мы знаем, что вы хотите уничтожить муниципальную методическую службу. Методисты в округах никогда не смогут дойти до каждого учителя в отдаленных населенных пунктах. Почему у вас такое пренебрежительное отношение к людям? Да, мы живем не так богато, как вы, но не надо нас добивать, говорит Зоя. Ну, дело-то, видите, в чем есть методическая служба муниципальная, на самом деле, хотя уже ни положения муниципальной службы нет, методической службы. Сегодня там и кадров, по сути дела, не осталось. И если сегодня говорить об эффективности методической службы, то она близка к нулю, я считаю так. Потому что сегодня вот шесть образовательных областей, в которые нужно быть специалистом, помогать учителям. А если сегодня один методист в муниципальном методическом кабинете, то что он может сделать для учителей? Для шести областей. Да, да. То есть, а вот если мы сегодня из этой методической службы создадим мощную региональную службу, и по каждой образовательной области будут специалисты, которые будут работать с учителями, причем из лучших учителей, то тогда, на самом деле, ведь сегодня очень важный момент, обновление идет, педагогические кадры, приходят молодые, им нужна помощь, им нужна квалифицированная, так сказать, квалифицированная помощь, поддержка, а сделать не специалисты это просто не могут. Вот поэтому я считаю, такой опыт проводился у нас на Вязко-Полянском районе, когда от Института развития и образования мы создали там филиал, и они работали как с руководителями, так и с учителями, и очень это было эффективно. Поэтому эта система, я убежден, что она сработает, она даст новый толчок, поддержка, и уничтожать никого не собирается, потому что из этих же людей, которые сегодня работают на местах, которые сегодня, если есть там такой уровень, то мы их с удовольствием пригласим туда, потому что это... В центр, но это же переезд, новое место жительства. Ведь человек может работать на месте, работать в своем районе, но он будет работать в центре, в едином ключе, под единым руководством. То есть будут какие-то задачи ставиться, а сейчас эти варятся в своем, так сказать, соку, каждый методический кабинет. Ну я же прошел всю эту систему, я ее знаю, поэтому, уважаемая Зоя, не обижайтесь, и никто не собирается унижать, обижать людей. Нужно думать не о себе лично, нужно думать о тех, кто будет учить сегодня наших детей, чтобы они были более подготовленными, а для этого нужно делать, а не стоять на месте. Вот моя... Ну что касается тех, кто будет учить наших детей, одним из ваших предложений там было тоже вернуть губернаторские стипендии, которые были отменены с приходом новой правительственной команды. И не очень давно как раз в Рио губернатор Игорь Васильев сообщил, что студентам будут выплачиваться дополнительные стипендии, если молодой специалист останется трудиться на благо области в течение трех лет. Вы читали эту историю? Да, да. Ну вот, сбылось. Хорошо это? Нет, нехорошо. Почему? А потому что, на мой взгляд, телега поставлена впереди лошади. Но как можно сегодня заключать договор и платить студенту за то, что он будет работать потом в Кировской области? Идея заключалась в том, когда мы стипендии платили студентам, поступившим в наши вузы, имеющим или золотую, или серебряную медаль, да еще имеющие 100 баллов. То есть мы убивали несколько сразу, так сказать, по нескольким целям стреляли. Во-первых, сразу быстро начала расти та группа ребят, которые были стобальниками, медалистами и так далее. Я помню, мы первый раз, когда собрали этих ребят, окончившую школу, их было совсем немного. Буквально они вместились там в небольшой маленький зал. А когда потом мы не вмещались, даже в театре кукол не вместились уже тогда. Их было так много. То есть мы заставили школу и детей работать на себя. То есть дети старались получить знания, получить, так сказать, соответствующую поддержку. И они оставались в регионе. Да, и они поступали в наш вуз. Они получали специальность в нашем вузе. Но тогда задача ставилась перед... Вот несколько раз с губернатором обсуждали, что давайте мы сейчас будем готовить места рабочие для них. Вот они придут к нам. Мы же их подготовили. То есть дальше их брать? Дальше, да. Провели через институт дальше предоставлять возможности. Давайте мы дальше места рабочие им дадим. И тут цепочка оборвалась. Да, а здесь цепочка обрывалась. Теперь взяли и сказали, что ребята, вы заключите соглашение, будете работать здесь, мы вам будем платить. А кто придет? Я, может быть, на троечке пришел. Неизвестно, что из меня получится. А я уже буду получать стипендию. Это неправильно. Надо тянуться к какому-то такому, знаете, это лону, что ли. А сегодня совершенно это все нивелируется. И поэтому я высказывал свою точку зрения. Но совершенно противоположная точка зрения. Поэтому я не знаю, что из этого может выйти. А вот эта история о том, что школы имеют некий поощрительный балл в системе образования, когда в рейдинговании школ имеют дополнительный балл, если ее ученики поступают в местные вузы. А не в многородние вузы. У нас не было такого никакого. Сейчас это есть. Мы не рейдинговали школу никогда. Мы не устраивали для них какую-то там, знаете, иерархию. Школы должны работать на ребенка. Чего ее, так сказать, там заставлять заниматься какими-то пустяками. Поэтому сегодня школа должна учить детей. И вот это ее главная задача. Учить качественно. Сегодня забыли про качество. То есть не думать о рейтинге? Конечно. Какой у тебя рейтинг? А думать об образовании детей? Тебе создадут твои выпускники. Вот и все. Вот ведь Сорос в чем был гениально придумал? Он никаких, так сказать, бумаг не собирал учителей. Он просто опрашивал студентов в вузах. Кто тебя учил? Кому ты отдашь свой, так сказать, голос? И выходили учителя, которые совершенно, так сказать, вот здесь кировские учителя. Сколько их было соровских учителей. А мы сегодня собираем сотни, так сказать, бумаг для того, чтобы выявить, хороший этот учитель или не хороший. Да надо смотреть-то на результат работы учителя, а не на его, так сказать, бумажные какие-то записки. Поэтому здесь, на мой взгляд, совершенно не тот подход. Нельзя сегодня платить стипендию студенту, который еще не закончил вуз. И неизвестно, где он будет работать. Гарантии ведь никто не даст. Что там произойдет через пять лет? Будет это рабочее место или не будет его рабочее место? Правительство должно думать о развитии этих рабочих мест. Вот тогда все станет из-за места. Ну и качество, собственно, тех кадров, которые мы оплачиваем, когда они приходят в институт. У нас остается буквально три минуты. И я хочу получить один короткий комментарий, который связан с темой, по которой мы поднимали в дневном развороте в прошедший четверг. Сюда приходили депутаты городской думы и говорили о том, что замечательную историю придумали для того, чтобы обеспечить всех детей школьными местами в первой смене. Речь идет о пристроях к уже существующим школам. Было названо 15 зданий школьных. Они все не в центре, а на окраинах и в спальных районах. Меня насторожил один момент. Хочу, чтобы вы прокомментировали его. Естественно, что территория будет использоваться приусадебного школьного участка. Это та территория, которая сейчас находится под стадионами или, если где-то остались, еще под биологическими вот этими грядками. Школьными участками. Вот это хорошо? То, что вдруг озаботились, это хорошо. Но то, что город изгородовали, плохо. Город изгородован. Построить школу уже негде. Построить детский сад в центре негде. Поэтому не знаю, что из этого получится. А то, что пристрои, если будут федеральные финансирования, это отдельная тема, не успеем ее обсудить. Будут делаться за счет того, что не станет стадионов в школах. Во-первых, я не знаю, есть нормы, которые существуют, санитарные нормы, которые не разрешают строить. Вот пример с улицы Ленина 20. Напротив Ленина 20 строится сейчас дом. Рядышком находится 24-я школа. Буквально. В свое время мы предлагали, это было в 2015 году, давайте вот к этой маленькой школе мы построим большой пристрой. Нам руководство города сказало, мы не можем пойти на такой шаг, потому что там нет площади. И нас не пропустит соответствующий санитарный надзор. Теперь вдруг, видимо, что-то изменилось. У города теперь с точки зрения другая стала. И теперь они пристрою сделают, и все изменится. И их пропустят просто, видимо, разрешат им строить пристрой. Поэтому я не знаю тут... Ваше личное мнение. У детей будет место в первой смене, но не будет стадиона. Да. Поэтому это не выход. Я считаю, что это неправильный подход. Надо искать варианты для того, чтобы решить эту проблему односменности. И искать не за счет опять ущемляя детей, а думать надо было в свое время. И много раз ведь об этом говорили, что нельзя застраивать центры. Надо ставить точки. Были определены места для строительства школы, для строительства детских садов. Все сегодня застроено. Надо с кого-то было в свое время спрашивать. Сейчас бесполезно. Ну, сейчас застроено. Ну, говорят, можно сносить у нас теперь. То, что застроено. Да, то, что застроено. Ломают же дома сейчас. Поэтому вдруг да и у нас придумают. Анатолий Чурин, его особое мнение было сегодня в эфире нашей радиостанции. Я благодарю вас за эфир. У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM Светлана Занько.